С начала года цена на бензин в Молдове поднялась на 6 леев, где стоплива на 7,5 леев за литр. Сейчас солярка стоит больше 25 леев. Фермеры на грани отчаяния. Такие новости в преддверии весенних полевых работ оптимизма не добавляют. Они просят правительство серьезно рассмотреть вопрос о предоставлении финансовой компенсации для поддержки отрасли. В Кабмине пообещали что-нибудь придумать и взяли на раздумье две недели. В среднем на обработку одного гектара земли у фермеров уходит около 80 литров топлива. Это около 2000 леев. А еще нужны удобрения, которые по сравнению с прошлым годом подорожали вдвое. Большинство аграриев такие расходы откровенно не тянут. Да и цены, судя по всему, продолжат расти. Национальная федерация фермеров считает, что без поддержки государства сельхозсектор не выстоит, а значит под вопросом продовольственная безопасность страны. Национальная федерация фермеров обратилась к правительству с просьбой компенсировать сельхозпроизводителем 30-40% от общей суммы расходов на топливо. Национальная федерация фермеров По словам главы федерации фермеров, власти пообещали рассмотреть вопрос о топливе для сельхозсектора. Пока мы не имеем этот ответ, только телефоник от Комиссии Парламентарной для Агрокультуры, от Министерства Агрокультуры, что вопроса находится в ордене дизайна ГУВЕРНУ, Парламенту, Комиссии Парламентарной. Существует уверенность, что будут получать medidas, но они должны быть коменсорабельны с ситуацией, которая уже была создана. Премьер Наталья Гаврилитца, накануне на заседании правительства, потребовала, чтобы Минсельхоз разработал программу поддержки для аграрии. В contextе увеличения цен на карбуранты, мы должны быть с предложениями сочетаниями для поддержки. Комиссии Парламентарной для Агрокультуры. И я желаю, что, в последние предложения, в последние два месяца, мы должны быть сочетанными программами, для обеспечения или индустрии, которые нужны для этого поддержки. Какие именно меры будут предприняты в правительстве неутачнили? Фермеры, в свою очередь, напоминают, что весенние работы уже начались, и поддержка им нужна немедленно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова